Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Гаазину. И один шаг даем кипуру, один практически, вот сегодня и завтра, все. Вы знаете, всякое действие, слово или поступок оставляет незладимый след в душе человека. Когда задают вопрос, а что, кто там видит или кто-то считает, что он что-то сотворил, надо вспомнить слова, все деяния твои в книгу записываются, трактата Перкей-Эвод. Сам человек является этой книгой, он так устроен. Ничто не происходит бесследно, все фиксируется. Если не в сознании человека, то в подсознательной сфере. Человек как бы постоянно находится перед такой камерой, которая регистрирует все его высказывания, поступки и даже мысли, а затем демонстрирует во все дни его жизни в мельчайших подробностях. Написано, когда человек уходит из этого мира, перед ним проносится вся его жизнь. Вот это вот оно и есть. Ничто не скроешь, ни дел, ни мысли, ничего. Сейчас пришло время признать срочно, два дня признать свои ошибки, обдумать их. С самого начала произошло так, что люди перестали признавать свои ошибки. Первый, кто это сделал, когда, вы помните, яблоко съели, Адам сказал, не я, меня жена подбила, а жена сказала, не я, это Змеевинова. Эта ошибка укоренилась еще с первых дней. И до сих пор мы придумываем оправдание тому, что уклоняемся от нормального образа жизни. Меня родители так воспитали, или меня школа так не научила, или попросту вокруг все нарушают. Посмотри на себя, говорит пророк. Сначала отворачивайтесь от следований законом Бога, а потом жалуйтесь на результат. Необходимо принять на себя ответственность за жизнь и за духовные законы Творца. За жизнь по духовным законам, дабы я же сказал Творца. Мы должны сказать, что да, завтра, срочно, я все понял, сейчас, начинаю действовать. Талмуд приводит три вида людей, о которых написано, что создатели их ненавидят. Первый, это, ну, называется он пьяница, тот, кто просто прожигает свою жизнь, не делая ничего. Второй, тот, кто в гневе, он как будто идолопоклонник, не признает того, что Творец контролирует мир. И третий, того, кто просит о чем-то, опираясь на свои заслуги. Последний, как будто считает, что он делает Творцу одолжение тем, что помог кому-то ближнему, помолился там, или соблюдал что-то, делал хорошее. Но все перечисленное, все хорошее, все-все-все-все, нужно нам, а не Творцу. Он нам лишь помогает стать лучше и выше. По сути, мы ничего не можем без его помощи. Нам известно, что из древних книг, что в течение года над человеком устанавливаются разные суды. Нарушена суд, который определяет судьбу. У молодоженов в день, когда они расписывают хупу, ставят уроженицу, в день родов. Но есть ситуация, когда написано, притягивает себе сам человек суды, не расписание. Это когда он ставит просто так в опасность свою жизнь, когда злословит. И третье, опять-таки, когда указывает на свои заслуги. Он как бы говорит Творцу, смотри, сколько хорошего я сделал в этом мире. В этот момент Творец отвечает, да, правда, ну давай проверим твои многочисленные заслуги. И, боже упаси, тогда, когда начинается проверка. Тогда человек увидит, сколько ему нечего показать этому человеку. Ему даже нечем заплатить за то дыхание, которое он получает ежемгновенно в течение не стольких лет. Вот такая вот статистика. Поэтому не надо опираться на какие-то, если ты что-то сделал хорошее, это только маленькая часть заплаченного долга. Если посмотришь глубже, то ты увидишь, что мир создан для использования его человеком. Специально вот такой созданный мир для тебя. Однако он находится в великом равновесии. Если человек тянется к миру и удаляется от духовности, от Создателя, он разрушается сам и разрушает мир вместе с собой. Если же человек властвует над собой, идет по духовным законам и пользуется миром только как средством для служения, то он возрушается сам и мир возрушается вместе с ним. Не обязательно быть сразу на каком-то полюсе или абсолютный праведник, или абсолютный грешник. Миллион, миллиард всяких вот и возможностей по дороге. Но нам-то надо стараться двигаться в правильную сторону. Сказана очень интересная вещь мудрецами нашими. Когда человек скажет, я сделал то, что ты повелел сделать, тогда мы можем и попросить. Теперь и ты сделай для нас, как обещано. В эти дни, в эти оставшиеся дни, необходимо осмыслить свою жизнь. Необходимо осмыслить, что ты делаешь и что ты собираешься сделать. Необходимо понять, почему ты, а не другой, должен получить на следующий год. Жизнь, здоровье, богатство и все многое другое. Средство для дыхания вот это вот. Очень многие люди умеют это делать, а многие нет. Давайте постараемся. Брахава от слаха. Всего самого лучшего. И пусть сегодняшний день пройдет в анализе и оценке того, что происходило с нами раньше и будет происходить потом. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok